Россия вербует на войну против Украины еменских хуситов, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, в сентябре Москве удалось призвать около 200 еменцев. Вербовка происходила обманным путем. Прибывшим обещали высокооплачиваемую работу в сфере безопасности и инженерии, а также российское гражданство. Зачем Кремлю понадобились наемники из Йемена, Андрей Дмитренко детальнее расскажет. Кремль стал активнее привлекать иностранцев на войну против Украины. Еще год назад появились сообщения о вербовке в российскую армию жителей Непала, Кубы, Сирии, Индии и африканских стран. А после того, как был подписан договор о всеобъемлющем партнерстве между РФ и Северной Кореей, Пхеньян отправил в Россию своих военных для участия в войне против Украины. По данным южнокорейской разведки, около 11 тысяч северокорейских солдат развернуты в Курской области в составе подразделений армии РФ. Привлечение иностранцев на войну может свидетельствовать о том, что Кремль катастрофически нуждается в живой силе на поле боя, считают в украинской Минобороне. На данный момент российские силовики будут расти. Они наращивают свои силы и создают новые бригады. К 1 июня они достигли половины того, что планировали за год. У них проблемы с мобилизацией. Вот почему они используют людей из КНДР, наемников из Африки и Азии. Это означает, что у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Нам известно точное количество. Это значительная цифра. Также стало известно, что Кремль начал вербовать в наемники еминских хуситов. Financial Times, ссылаясь на источники, опубликовала материал, в котором говорится, что в сентябре 2024 России удалось призвать около 200 человек. Еминцев пытались заманить высокооплачиваемой работой в сфере безопасности и инженерии, а также обещаниями выдать российский паспорт. Один из собеседников издания рассказал, что схемы по вербовке наемников были связаны с торговцами людьми. По словам мужчины, его группа насильно отвезли из аэропорта на объект в пяти часах езды от Москвы, где мужчина, говоривший на простом арабском языке, выстрелил им над головами из пистолета, когда они отказались подписать контракт на службу, составленный на русском языке. По словам Абдулы, многие из первой группы прибывших погибли в Украине, потому что были завезены на войну мошенниками, торгующими людьми. Из публикации издания Financial Times. По словам экспертов, передача наемников может быть выгодна и самим Хуситам. Для ведения своей террористической деятельности им нужно оружие. Именно им Москва и может расплачиваться. Именно Хуситам нужны технологии, потому что действительно это военизированное формирование, террористическое в том числе, которое кошмарит там судоходство. Поэтому, да, им нужны ракеты, противокорабельные ракеты, прежде всего. 4 января 2024-го Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, которые подписали контракт с Министерством обороны не менее чем на год. В документе также говорится, что паспорт страны-агрессора получит члены семьи, подписавшего контракт. Андрей Дмитриенко для телеканала Фрида.